Если мне нравилось, я всегда не пошел, конечно. Родители? Родители ничего себе не радуются. Повар в доме – это, наверное, мечта любой семьи. И обучиться этой вкусной профессии можно и в Блакове. В Грибановском техникуме появилось оборудование, на котором постигать азы мастерства – одно удовольствие. И многие реализуют здесь свою мечту. Хотела учиться на повара с детства. Когда мы писали сочинения на всякие темы, я выбирала именно повар, технолог. Мне нравится эта профессия, она очень увлекательная и интересная. Каждый студент знает, что после окончания курса не останется без работы. Учащиеся уже с третьего курса востребованы как помощники. И в кафе, и в ресторанах города. Изменения в оснащении мастерских почувствовали не только повара, но и автомеханики. Здесь имеются и двигатели, и оборудование для ремонта. Нам хватает всех инструментов, которые нам надо, чтобы все выкрутить, вкрутить обратно. И для замеривания тоже все хватает. Сейчас система среднего профессионального образования меняется, подстраивается под требования времени и работодателей. Иначе смысла в таком образовании не будет вообще. Кому нужен повар, если он не знает, как работать с современным кухонным оборудованием? Или мастер, который во время учебы ни разу не разбирал автомобильный двигатель? Да и обучать надо востребованным профессиям, постоянно изучая потребности рынка вакансий. Мы готовы подготовить даже, разработать совместную программу штучных специалистов под ваши требования. Но мы здесь должны четко понимать, куда они придут у нас с вами, на какие рабочие места. В Грибановском техникуме, например, планируют развивать речное направление. Для этого расширят перечень специальностей. Сейчас решается вопрос о передаче нам останавливаемого здания на Ленина-2. Значит, это послужит большим толчком для развития такой компетенции, такой специальности, как судовождение. Более того, скажем так, в рамках сетевого взаимодействия с Балаковским судовым заводом мы встречались и проработали вопрос открытия специальности не только судовождения, но и судостроительства. Поэтому перспективы довольно-таки серьезные и интересные. На круглом столе присутствовали и представители крупных предприятий, которые выступают работодателями и которые сейчас в разных СУЗах открывают свои востребованные направления. Пришло время работать вместе, чтобы выпускники не оставались один на один с проблемой поиска места для трудоустройства.